Она создана для того, чтобы блистать на сцене. Голос и пластика. Аристократизм, внешность, шарм. Она может, изменившись до неузнаваемости, перевоплотиться в образ, диаметрально противоположный тем, в которых привыкли видеть ее зрители. Артистка Варьете и королева Чардаша. Роль Сильвы Вареско – одна из главных и сложных в оперете Имре Кальмана «Сильва». В героине кроется любовь и ненависть, покорность и упрямство. Передать такой калейдоскоп разнообразных чувств невероятно сложно, но только не для Светланы Османовой. В 2009 году на конкурсном прослушивании в Волгоградский музыкальный театр она исполнила отрывок из опереты «Сильва» и как раз ее первой большой ролью, которую она сыграла в качестве уже принятой в труппу артистки, вокалистки, стала партия «Сильвы». Во-первых, волнение, потому что новый коллектив, ты должен себя как-то зарекомендовать. Во-вторых, интересная роль, которую ты любишь, тут есть что поиграть. Она очень многогранная, она очень трудная. Представляете, она любит человека не из своего круга, и она с этим борется. Она приезжает на бал, зная, что будет скандал. И несмотря на это, она идет на этот шаг. Можно же было сказать, ну не судьба, так сказать. Ну, не случилось. Но она борется вот с этими условностями, борется за свою любовь, сильная натура. Это всегда интересно. Для Светланы Османовой эта роль судьбоносная, и красной нитью проходит через весь ее творческий путь. Солистка Волгоградского музыкального театра привнесла немало нового в образ Сильвы. Так, в первом действии в танце главной героини появились акробатические элементы. У нас был режиссер-постановщик такой, Вадим Мелков. И он, значит, говорит мне, вот ты можешь сделать какой-то такой элемент? Она же шансонетка, она танцовщица, она должна уметь делать все. Там, я не знаю, говорит, кувырки, колеса, ты умеешь? Я говорю, ну вообще умею. Он говорит, а можешь на шпагат сесть? Я говорю, а могу. Он говорит, а ну сядь. Я говорю, ну слушайте, я сейчас не одета, у меня штаны тресну. Он говорит, ничего, садись. Ну, я села на шпагат. Он стоял, смотрел, говорит, а потом говорит балету. А мы можем ее поднять? Более, говорит, ну теоретически можем. Начали думать, как. Подняли. Он посмотрел, говорит, оставляем. Когда меня подняли, думаю, господи, а как я спущусь с этого шпагата? Ну, необычно, скажем так. Необычно, интересно, да. И весело. Все трюки актрисе дались легко. А все благодаря хорошей физической подготовке. Светлана Османова имеет звание мастер спорта. Некогда всерьез занималась художественной гимнастикой. Светлана Магомедовна, расскажите о своем детстве. Какое оно было? Ой, детство у меня было, ну, скажем так, разное. Потому что побегать с детишками не всегда удавалось. Помню, я в детском саду беззаботно, ничего не предвещала. К нам пришел тренер отбирать детей. И вот меня отобрали в группу. Значит, я стала ходить, заниматься художественной гимнастикой. Тут мама меня еще решила отдать в музыкальную школу. По-другому и быть не могло. С самого рождения Светлану Османову окружала творческая театральная атмосфера. Расскажите о своих родителях, кем они работали. Моя мама работала актрисой. Она окончила ГИТИС. Ее распределили в столицу Северной Осетии, город Орджоникидзе. Там она встретилась, познакомилась с моим папой. Он работал артистом оркестра, играл на гобои. Так они познакомились, встретились. И вот, собственно, потом появилась я. Ваши родители прививали вам любовь к искусству, к музыке? Как это было? Это знаете как. Я театральный же ребенок. И я росла, собственно, в этой среде. Всегда мама меня брала на спектакль, потому что ребенка оставить не с кем. Папа занят, мама занята. Ну, конечно, я в театре практически на всех репетициях была. И впитывала, собственно, любовь к музыке. Помню, мама играла спектакль «Тоску». «Не помрешь, за мной не уследила». И там сцена смерти «Тоски». Я выбежала с криком «Мама!», а я выбежала на сцену. Благо, это был конец спектакля. Занавес закрыли. Это был мой первый выход на сцену, как сейчас помню. Вот так случилось это. Вы занимались и музыкой, и спортом одновременно. А в какой момент поняли, что все-таки музыка – это главное в вашей жизни? Ну, вы знаете, не сразу, конечно, поняла. Просто так получилось, что пришлось выбирать уже либо спорт, либо музыкальная школа. И я на тот момент отдала предпочтение спорту. Но когда уже, собственно, тоже спортивный век недолог, уже пришлось выбирать либо идти по стезе спортивной, то я поняла, что это все-таки не совсем мое. И поступила вот в колледж музыкальный, имя Тимбета, в Краганде. Мы на тот момент уже туда переехали жить. И я поступила учиться на актер музыкального театра. Так назывался наше теление. Учеба Светлане давалась легко. Студенческая жизнь была насыщенной и очень творческой. Конечно, трудиться приходилось. Но поскольку мне это было в радость, я это любила, мне нравилось, для меня это не было такой, знаете, каторгой. Ой, я учусь, мне трудно, я студентка. Нет, такого не было, нет. После второго курса училища по рекомендации педагогов поступила в Казахский государственный институт театра и кино имени Жургенова. Так получилось, что мой преподаватель, Виталий Ильич Матросов, он вызвал меня и говорит, Света, ты знаешь, там в Алма-Ате, столице Казахстана, открывается курс актера музыкального театра. А он набирался раз в 10 лет. То есть если я на него не попадаю, то в ближайшие 10 лет, значит, я, так сказать, не попадаю вообще в институт. И мне пришлось закончить второй курс и, значит, бросить училище и поехать поступать уже в институт. И меня взяли на первый курс в Казгите, Казахский государственный институт театра и кино. Вот так назывался институт. Это уже отделение актера музыкального театра. Окончила институт в 1999 году. Затем продолжила свою творческую карьеру в должности артистки-вокалистки Карагандинского академического музыкального театра. В 2005 году была приглашена на работу в Астраханский музыкальный театр. Почему решили приехать в Волгоград? Как это произошло? Ну, знаете, я работала в Астрахани в театре оперы и балета. Как-то мне не очень нравилась репертуарная политика театра. Я бы так сказала. Спектакли как-то, не знаю, с чем это связано, но шли очень редко. А актер же не может без работы. Если ты не выходишь часто на сцену, ты начинаешь ее бояться. Уже чувствуешь себя некомфортно, неуютно. И я просто прислала диск с записью предварительный просмотр такой сюда, в Волгоградский театр, потому что я знала, что здесь хороший театр, хороший музыкальный театр. И мне захотелось здесь работать. И меня вызвали на прослушивание. Я прослушалась, и меня взяли. Я была, конечно, несказанно рада этому. Удивительное совпадение. Певица на конкурсном прослушивании в Волгоградский музыкальный театр исполняла отрывок из опереты «Сильва». У меня вообще она очень такая судьбоносная. Во-первых, мой первый спектакль такой, знаете, официальный, если можно так сказать, был «Сильва». Я исполняла такую роль, она не во всех пьесах, есть же много вариантов, не везде прописано. Я была подружкой «Сильвы». Сильву работала моя мама, я была ее подружкой. Так случилось. Вот. Потом после института я в той же «Сильве» работала роль Стаси уже, а потом уже я работала роль Сильвы. И как-то вот у меня все началось с «Сильвы». И поэтому, не знаю, даже случайно так или подсознательно, но я вот выбрала Арию Сильву на прослушивание. Она мне помогла. Помимо роли Сильвы, Светлана Османова исполняет главные партии в спектаклях «Летучая мышь», «Мистер Икс», «Небесный тихоход» и другие. Давайте поговорим о других ролях. «Какая больше всего вам ближе?» Ой, какая ближе. Вы знаете, я не могу вот так однозначно ответить, потому что когда ты одеваешь костюм, когда ты делаешь грим, прическу, ты перевоплощаешься, становишься уже тем персонажем, который ты сейчас видишь и будешь, ну работать нельзя сказать, ну чью жизнь ты будешь проживать. И ты отдаешь частицу себя, и ты его начинаешь любить и сказать, что вот эта роль любимая, а эту я не очень люблю, я не могу так сказать. Могу сказать, допустим, вот этот спектакль мне больше нравится, там как поставлен, или сам материал интереснее. Но все свои роли я люблю. Совсем недавно состоялась премьера концерта «Я встретил вас», где вы с коллегой Леонидом Маркиным исполняли романсы. Как происходил отбор произведений? Отбирались те, которые нравились, которые я понимала, что смогу прожить, внести что-то свое. Потому что романс, он же очень, это такой жанр личностный. Вот сколько у нас было репетиций, у меня не было такого, чтобы, знаете, вот я пою этот романс так, и только так, и никак иначе. То есть каждый раз ты что-то вносишь и сам удивляешься, думаешь, ну надо же, сегодня как-то спела его иначе. Даже не спела, прожила. Потому что в романсе, да, голос безусловно важен. Если ты не умеешь владеть голосом, тебе сложно будет передать какие-то нюансы. Но первично в романсе, все-таки первичен не голос, а первично вот это умение прожить его. За какие-то там, я не знаю, минуту или две прожить жизнь. Не три часа, как в спектакле, не два часа, а минута, полторы, ну две прожить жизнь и поделиться, и достучаться до людей, сидящих в зале, заставить их не просто тебя слушать, а сопереживать тебе. Высло целую стройку рот, звучит песнями шаркого сердца, милый друг, чего больше желать. В тот день в зале царил аншлаг. Наглядное подтверждение того, что старинные романсы не теряют своей актуальности по сей день. Ну, мне подруга сказала, что здесь будут романсы, я люблю этот жанр, и с удовольствием пришла посмотреть. Мне очень понравилось. У нас всегда отличное впечатление, хорошее настроение, мы с радостью приходим. Ну, это классика. Это еще с детства. Всегда слушаю, вспоминаю. Русский романс, классика. Надо и наших детей к этому приучать. Еще одну встречу с любителями романсов Волгоградский музыкальный театр и солисты Леонид Маркин и Светлана Османова назначили на 4 июня. О какой роли мечтаете? Или о спектакле? Не могу сказать вот так, знаете, что конкретно мечтаю о какой-то определенной роли. Мне хочется, чтобы был интересный спектакль и хорошая роль, где есть что поискать, где можно благодаря... Вот я бы даже, наверное, так сказала. Хотелось бы сыграть такую роль, благодаря которой я бы в себе, как актриса, открыла что-то новое. Что это за роль будет, не знаю, но вот хотелось бы что-то в себе найти. Потому что люди многогранные, актеры многогранные. Вот хочется найти какую-то себе новую грань. И, может быть, зрителю удивить этим, не знаю. Для вас Волгоградский музыкальный театр что значит? Ну, это мой дом. Я здесь провожу времени, наверное, гораздо больше, чем у себя дома. Я работаю здесь уже практически 14 лет, 13. И для меня, конечно, уже он стал родным домом. Все мои коллеги, весь коллектив, я их очень люблю, уважаю. Они для меня близкие люди уже, прям практически родные. В преддверии Дня Победы в Волгоградском музыкальном театре отгремела премьера. Музыкально-драматическая фантазия «Два бойца» по мотивам повести Льва Славина «Мои земляки» и одноименного кинофильма, который рассказывает о нерушимой фронтовой дружбе двух советских бойцов в годы Великой Отечественной. Добродушный, неторопливый, основательный богатырь Саша Суралмаша и неунывающий шутник и балагур одессит Аркадий Дзюбин. Роль у меня Аркадия Дзюбина. Работаем мы ее вместе с Игорем Геннадьевичем Шумским. Роль очень интересная и такая своеобразная. Сложность в том, что Аркадий Дзюбин по сюжету одессит. И очень сложно вживаться в плане акцентов, шоконья, гэконья. И мы пытаемся настроение поднять, чтобы боевой дух не падал, чтобы ребята могли с новыми силами идти в бой. Двух бойцов-пулеметчиков, столь непохожих и внешне, и по своему темпераменту, свело общее дело – защита Родины. Их отношения построены на взаимовыручке, взаимопомощи и готовности отдать друг за друга самое дорогое – жизнь. Задействована практически вся мужская труппа театра, потому что о войне спектакль, много мужских ролей, хор – все задействованы. Проходила работа как интересно, потому что над этой темой интересно было поработать. Спектакль рассказывает о настоящей мужской дружбе. Очень важно, что премьера состоится накануне нашего Великого Дня Победы. И эта история, рассказанная нашим театром, мне кажется, должна послужить примером для подрастающего поколения. В основе сценария сразу два произведения – «Повесть. Мои земляки» Левославина и кинофильм «Два бойца» с легендарным Марком Бернесом. При этом авторы – Марк Самойлов и Вячеслав Вербин старались не копировать известный сюжет, а создать самостоятельную постановку. Рассказ о нерушимой фронтовой дружбе двух бойцов в годы Великой Отечественной авторы дополнили новыми сюжетными линиями и персонажами – артистами фронтовой бригады Ленинградской опереты и студенткой Сашенькой. Для меня, как для актрисы, эта роль очень интересна, она драматическая, и было очень интересно работать над своим образом в этом спектакле. В постановке два состава, поэтому роль матери главной героини Сашеньки и по совместительству актрисы фронтовой бригады Ленинградской опереты исполняют Лада Семенова. Играть роль того времени, я имею в виду военного времени, очень трогательно и очень, с одной стороны, сложно, с другой стороны, просто, потому что актриса, играть актрису, передавать этот образ матери, тем более, очень непросто, но очень интересно. И ты себя чувствуешь действительно как на войне. Это вызывает и слезу, и трепет, и нежность, и волнение за своих близких, и за мужа, и за дочь. Очень интересная роль. Я глубоко в нее погружена, и я думаю, что у меня получилось. И, конечно же, Светлана Османова. Роль маленькая, но такая, знаете, многогранная. Думаю, вот военное, вообще участие в спектаклях на военную тему, это очень такая, знаете, тема личная, не только для меня, думаю, для моих коллег, и для всех зрителей, сидящих в зале, потому что, ну, если вот спросить, я думаю, ни одного человека не обошла война стороной. Мои близкие воевали, моя бабушка, мой дедушка воевал. И, конечно, для меня это, знаете, это такая дань памяти и уважения, такой низкий поклон всем тем, кто воевал, благодаря кому мы победили, и у нас есть такая, знаете, такое право и возможность жить и быть счастливыми, расти детей. В годы войны артисты поддерживали дух бойцов. Музыка и песня стали грозным оружием, не позволившим сломить советский народ. Смотреть на Эфелеву башню это скучно. А на что же ты хочешь смотреть? На тебя, мой дорогой, это единственное, что мне никогда не наскучит, потому что я люблю тебя. Скорь, я сейчас все голосе пою, а ведь мы уже 20 лет пою. Хоть 20 лет, хоть 30 лет, ну, люби один секрет, а потому что тут без рук и жизни нет. В авторскую музыку вплечена известная песня «Темная ночь» Никиты Богословского. В спектакле 25 номеров. Это и романсы, и танго, и вальсы, ну, естественно, военная, маршевая музыка. Наблюдая за героями постановки два бойца, артистами фронтовой бригады ленинградской опереты, невольно возникает параллель с труппой Сталинградского театра музыкальной комедии. Весть о начале Великой Отечественной войны застала артистов на гастролях. Вернувшись в родной город, 26 человек ушли на фронт. Те, кто остался, продолжали свою работу в новых, суровых реалиях. Актеры выступали в воинских частях и госпиталях, несли дежурства, в качестве санитаров рыли противотанковые рвы и пулеметные гнезда. В эвакуации в Омске ни на минуту артисты Сталинградского театра музыкальной комедии не прекращали творческую работу. Сбор от первых десяти спектаклей и свои личные средства коллектив направил на постройку самолета «Сталинградский артист» для авиаэскадрильи «Героический Сталинград». Мой персонаж – это объединяя себя, так скажем, как в песне написано два персонажа. Он же и артист, он же и отец Сашеньки, главная героиня этого спектакля. Как вживаюсь, наверное, такие роли, они немножко сложны, наверное, из-за большой ответственности, которая ложится на плечи. То есть, это все-таки времена Великой Отечественной войны. У них такой небольшой тандем получился. То есть, они всей семьей, фронтовой бригадой выезжали на передовую и давали концерты. Сами голодные, холодные, изнеможненные, но стремление к победе, хоть какой-то вклад внести в эту победу, как бы заставлял людей, ну, неимоверные, не знаю, какие силы прикладывать. Нам трудно это пережить, нам трудно это понять, мы этого никогда не испытывали. И, конечно, нам приходится додумывать, как это могло бы быть. Там есть текст, как вот, ладно, мы военные, спрашивают у папы, мы военные, мы как бы привыкли к тяготым лишениям, вам, как вы это переживаете, что вам помогает, на что мой герой говорит, это, ну, это город, это любовь к городу, к искусству. То есть, как бы, этим, наверное, там все сказано. Особый акцент на исторической достоверности. Для постановки были закуплены макеты пулеметов ДП-27, винтовки Мосина, шинели, телогрейки и ватники образца в 40-х годов. Изготовлено 120 костюмов, 76 головных уборов, 46 пар обуви, военная форма и гражданская одежда. Мы старались быть насколько возможно в театральной условности быть точными в историческом костюме военной формы рядовых с 1941 года. У нас два периода в этом спектакле и 1943 год. Это немножечко уже измененная послереформенная история, связанная с гимнастерками в том числе. мы старались соблюдать вот эти все моменты правильные, консультировались у специалистов, которые владеют этой данной исторической информацией. Показы героической музыкально-драматической фантазии «Два бойца» состоятся 10-20 мая, а также 22 июня, День памяти и скорби. Посетить спектакль можно будет и по Пушкинской карте. Вся труппа при подготовке многочисленные балеты, хоры, солисты прониклись этой постановкой. Тем более, мы посвящаем 78-й годовщине Великой Победы. Постановка осуществляется при поддержке администрации города Волгограда. По словам артистов Волгоградского музыкального театра, проникновенная история о нескольких днях Великой Отечественной войны на Ленинградском фронте не оставит равнодушным никого. Это гимн миру, жизни, дружбе и любви. Саша, почему вы не прощаетесь со мной? Я прощаюсь, но я не хочу с вами прощаться. Я желаю вам всего самого доброго. Я буду думать о вас и вспоминать. Верю в тебя В тебя В дорогую подругу мою Эта вера от пули меня Темной ночью хранила Радостно мне Я спокоен в смертельном бою Знаю Встретишь с любовью меня Чтоб со мной не случилось Смерть не страшна С ней не раз мы встречались в степи Вот и теперь надо мною она кружится Ты меня ждешь И у детской кроватки не спишь И поэтому знаю со мной Ничего не случится И поэтому знаю со мной Ничего не случится Субтитры создавал DimaTorzok